Ироничный и легкий, так с первого взгляда можно сказать о премьерном спектакле Театра юных зрителей «Зима, когда я вырос» по повести голландского писателя Петера Ван Гестела. Мнение меняется, когда зритель постепенно начинает знакомиться с главными героями постановки. Несмотря на свой юный возраст, Томас рано узнает мир взрослых. В 10 лет умирает мама. Папа не может справиться с депрессией, а в школе Томас становится изгоем. Действие же происходит в послевоенном Амстердаме. Мой пап считает, что говорить значит брать. Но иногда чего-то не говорить, это тоже значит брать. Поэтому я расскажу вам историю. Историю Козвана, его сестру Бет и меня. Это история о любви, это история о жизни, о потере, о обретении, о дружбе. И о том, что эпиграф очень хороший у повести «Лед прошлого не хочет таять». То есть, с этого начинается вся история. И в итоге, я думаю, что можно сделать такой вывод, что любой лед растает. Вся жизнь о том, что любой лед растает, все пройдет. Как бы ни было сейчас тяжело, это все пройдет. Как бы ни казалось, что это нереально сейчас. То есть, какую бы боль ты не испытывал, какой бы толщины не был лед, он тает, он проходит, наступает весна после холодной зимы. Оказавшись самым рассудительным в мире взрослых, мальчик Томас размышляет вместе со зрителями и рассказывает свою историю жизни. По словам режиссера, спектакль прежде всего ориентирован на подростков. Мне кажется, что театр должны делать современную прозу и драматургию для детей и для подростков в особенности. Потому что ее очень мало и, как правило, выбор в театрах не сильно отличается. Ну, то есть, отличается, но, как правило, это одни и те же названия. Мне хочется сделать что-то новое и тем более то, что ничего никогда не делалось. Это мне как-то особенно важно. Вот. Ну, потом у нее такое название, что мне хочется это прочитать. Мне кажется, что людям должно как-то хотеться это посмотреть. Мне было очень приятно, если спектакль понравился именно целевой аудитории подростков 12+. Но прийти на него, в принципе, может любой человек. Вот. То есть, я понимаю, что там понравится людям ближе к моему возрасту и старше, а вот что-то зацепит детей, это может быть неожиданно все. Поэтому мне интересно, как они отнесутся к этому. На сегодняшний день книга голландского писателя переведена на все европейские языки. А в России выпущена в 2013 году. Премьерный спектакль в Тюзи – первая в мире театральная постановка этого произведения. Уходи и закрой за собой дверь. Анастасия Голубнича, Илья Водревич, Интернет-телевидение, Город Плюс.